Два политических лидера популистского правительства Италии выразили свою поддержку французским желтым жилетом. За несколько месяцев до выборов в Европарламент итальянские евроскептики провозгласили рождение новой Европы. Так глава входящей в правящую коалицию Националистической Лиги Севера, министр внутренних дел Италии Матео Сальвини, нанес удар по своему главному сопернику на евровыборах Эммануэлю Макрону. «Я поддерживаю честных французов, которые самым вежливым и цивилизованным образом говорят своему президенту, тому, кто не печется об интересах французского народа, лучше покинуть свой пост, причем чем раньше, тем лучше», — сказал Сальвини, в то же время решительно осудив любые проявления насилия. Не в пользу французского президента высказался и вице-премьер Италии Луиджо Демайо из популистского движения «Пяти звезд». На своей страничке в Твиттере Демайо написал, «Во Франции, как и в Италии, политика больше не слышит граждан, говорящих о своих потребностях. Народ отстранен от самых важных решений. Глаз народа, мощно раздающийся на площадях Франции, сводится в итоге к одному требованию участия». Однопартийцы Демайо, выступающие за форму прямой демократии, также с большой симпатией относятся к «желтым жилетам». Движение, родившееся в соцсетях, не поддающееся традиционной политической классификации и раздираемое противоречивыми заявлениями и требованиями, часто сравнивают с движением «пяти звезд» популярного комика Беппе Грилло в первые годы его существования. Французские «желтые жилеты» также призывают к прямой демократии и требуют, к примеру, провести референдум по гражданской инициативе. Но в отличие от итальянского, французскому движению не хватает для политического взлета харизматичного лидера и четкой структуры.